Всем добрый день. Меня зовут Локер Дмитрий Константинович, студент 510 группы, механика математического факультета. И сегодня я представляю свою работу «Асинд-разведка. Техника сбора информации из открытых». Сам по себе термин «Асинд» происходит от английского «open source intelligence». То есть, если переводить грубо напрямую, то это знание из открытых источников. Это разведенная дисциплина, которая включает в себя поиск, выбор и сбору информации из общедоступных источников. А также ее анализ. Целью моего исследования является показать, каким образом подобная разведка проводится. И как много информации с ее помощью мы можем получить. Показать ценность. Это самое «Асинд-разведки». В качестве примера я покажу, как проводить «Асинд-разведку» в отношении крупных организаций. Так как, например, МГУ имени Михаила Васильевича Ломоносова. Окраничения на мои исследования следующие. Первое. Использовать только открытые источники. Второе. Не пользоваться украденными или слитыми базами данных. За исключением базы «Have I been found?», поскольку она представляет лишь факт утечки, а не сами утекшие строки. Использовать только открытые или бесплатные программы. И не пользоваться моими привилегиями, как студентом. Я не могу физически входить в здание или в какие-либо личные кабинеты и тому подобное. Изначально мы имеем только домен msu.ru. Это то, что мы можем узнать из обычных поисковиков. Зная это, мы можем, во-первых, пользуясь тем же самым поисковиком, найти адреса электронных почт, которые встречаются в этом домене. А также DNS сервера, к которым он привязан. Произведя проверку по DNS серверам, мы смогли найти различные тестовые сайты, найти DNS сервер для мейла администратора, найти VPN DNS сервер, который ассоциирован с доменом ccmsu.ru и множество других. Поскольку Async разведка у нас является рекурсивным процессом, то мы произведем ту же самую процедуру для вот этих вот поддоменов, найденных нами. Но, к сожалению, поиск вглубь рекурсивно нам особого результата не дал. Поэтому мы переходим к Async ручному. Так мы смогли выйти на домен lkmsu.ru, в котором мы достали несколько документов. Смогли найти имя разработчика, его ИНН, а, соответственно, найти и компании, с которыми он ассоциирован, и которые принимали участие в разработке сайта. После того, как мы произвели автоматизированный расчет адресов и почтовых серверов в наших найденных поддоменах, мы нашли часто упоминание адреса cmcproject. Он упоминался как адрес для обратной связи. Опять-таки, пользуясь Google Дорками, пользуясь автоматизированными средствами, мы смогли найти имена тех людей, которые у нас ответственны за поддержание сайта личного кабинета. И не только личного кабинета, поскольку на сайт cmcproject у нас ведут ссылки и упоминания еще из других сайтов. То есть мы можем говорить о том, что вот эти четыре человека ответственны, в принципе, за поддержание вебовой части сайтов МГУ. Соответственно, что мы имеем? Не имея никаких привилегий, не имея никаких либо финансов, поскольку все инструменты исключительно открыты, не вступая в прямой контакт ни с какими людьми, мы смогли найти, во-первых, по практически полную структуру МГУ, поскольку мы нашли, какие поддомены к какому факультету относятся их внутренние сервера, включая гид-сервера, вики-сервера, впн-ы, почтовые сервера, к кому они делегированы. Если бы мы пошли дальше, то мы могли бы уже, пользуясь не пассивным асинтом, то есть здесь мы просто фактически пользуемся одним лишь гуглом, а начиная с активного асинта, мы смогли бы еще, например, найти пользователей с помощью прямой нумерации. Но в рамках этого исследования мы производим только пассивный асинт, то есть не вступая в прямой контакт. Но как мы уже можем видеть, данная процедура у нас показала достаточно большой объем информации, с которым мы уже можем работать. Соответственно, дальше мы применяем навыки информационной инженерии, устанавливаем дополнительные связи, находим дополнительную информацию, и мы уже можем дальше делать какие-то действия в отношении мехмат МГУ. Ну, например, если бы мы были злоумышленником. Также мы могли бы подключить еще инструменты для поиска вики-запросов, то, когда, где писал на Википедию, откуда писал на Википедию. Например, если бы мы обнаружили транзакции в сети Биткоин, то мы смогли бы их отследить, к кому они уходят. Но, опять-таки, это все уже уходит к активному асинту. Мы этим пока что не занимаемся. Всем большое спасибо за внимание. Скорых встреч.